В последнее время мы много говорим о молодёжи, не только говорим. Проводится системная большая работа, и я думаю, что в этой большой работе движение ваше, оно занимает такую серьёзную позицию. Я считаю, что молодая гвардия, она должна работать среди студентов, потому что студент, который будет работать в молодой гвардии, он вернётся в это же село, поедет на какой-то завод, и это будут проводники ваших идей. Я не думаю, что сама по себе организовать работу сложно, потому что студенческая масса, она самая активная, самая такая креативная, и если мы сконцентрируемся на этой части, я думаю, будет неплохо. Хотя, наверное, есть сторонники и на местах, эту работу надо организовать. У нас очень много направлений в молодёжной политике, и нам очень важно, чтобы они были синхронизированы, и всё это работало во благо общего уровня работы с молодёжью в нашей республике. Это не только Министерство молодёжи спорта, на коллегии я на самом деле сказал, по уровню работы Министерство больше, оно работает по спортивному направлению, хотя это тоже молодёжь, но вот такие молодёжные программы, они немножко остаётся на аппарат президента, на Министерство образования, ну то есть на муниципалитеты, поэтому в этой работе нам надо ещё многие вещи отрегулировать. Я считаю, что очень хорошие формы работы, вот, университет будущего, или как там? Ну, таланты, да. Таланты, программы. В принципе, мы всё, что есть, поддерживаем. Не только на словах, не только в разных движениях. Тот же, вот, посмотри, целя, да? Оно было какое сегодня, это мощнейшее движение. Мы же помогаем. Все эти люди, они находятся среди вас тоже. И я считаю, что очень важно, вот, эта работа должна носить системный характер. Ну и инфраструктура, чтобы молодые люди раскрыли себя. Они тоже, если ты пошёл в спорт, у нас достаточно много спортивных возможностей. И, конечно же, вот вы заинтересовались, как эффективно использовать наши спортивные объекты. Мы целиком полностью с вами согласны, потому что без вас контроль обеспечить. Мы там и камеры ставили, и всё, у нас всё это есть. Но когда будут реальные люди, которые заинтересованы, с полномочиями, это будет совершенно другое дело. Вы посмотрите, сколько мы сейчас сделаем спортивных площадок. Они должны работать. Я не смогу, Сафаров, я там, министр, глава администрации. Если не будет вашего интереса, вашего участия, вы посмотрите, сколько мы сделали в прошлом году по паркам сквера. Это прекрасное место, там, первую очередь, молодёжь. Сейчас вот водоохранные зоны. Сегодня очень большое безобразие по доступу к водным ресурсам. Вы молодые, сильные, активные, прямые. Вот занимайтесь. Мы готовы вот эту всю силу направить на такие вопросы, которые жизненно важны для нашей республики. Вы посмотрите, какая у нас сильная, креативная и способная. Лучшие волонтёры в России, все говорят, вот любые спортивные соревнования, и Сочи, наши волонтёры лучшие. Потому что вот школа-универсиады, мы готовились к ней. И это движение надо сохранять. То есть много направлений, где Татарстан является как бы пилотным, является лучшим. Я думаю, что вот такие направления надо развивать. Ну и, конечно же, нам важно развивать нашу экономику. Для нашей республики, для нашей экономики, для нашей социально-культурной сферы нужны образованные, грамотные и креативные люди. Конечно, это прежде всего школа. Мы должны чётко понимать, что без серьёзного общего образования, без средней школы, мы не имеем перспективы подготовить высококвалифицированных специалистов наших вузов. Вузы должны соответствовать тем стандартам, которые сегодня необходимы для отраслей, которые получают этих специалистов. Здесь много было сказано и по рабочим специальностям, и по перспективам дальнейшего продвижения, куда пойдёт студент. Вот вся работа, которая сегодня идёт, заинтересовать наших товаропроизводителей, чтобы они работали с нашими ресурсными центрами, с нашими вузами. Здесь активная молодая гвардия могла тоже быть специалистами. Я просто хочу сказать, вот вы активные. Основная часть людей, она вот куда поведут, туда пойдёт. Нам нужны лидеры, которые готовы повести вот эти массы в правильном направлении. Ведь они могут вообще никуда не пойти или пойти туда, куда не нужно даже. Поэтому занять их, создать условия, то есть и для спорта, и для занятий, и там кружки, я не знаю, разные формы, куда может он пойти. Нам важно сохранить, чтобы наша молодёжь не уезжала с нашей республики, а наоборот к нам приезжали больше. Вот посмотрите, Иннополис, он через пять лет будет другой. Это будет очень современный город, с хорошими условиями, с хорошей зарплатой. Здесь я убеждён, что будут ведущие российские и иностранные компании. Или особая зона Алабуга. Вы посмотрите, там уже 22 мирового уровня завода работает. Тот же КАМАЗ, тот же Нижний КАМС нефтехим, та же Татнефть. Вот здесь представители всей республики. Нам очень важно, чтобы наша экономика соответствовала нашим запросам. Мы только лозунгами и таким патриотизмом ничего не сделаем. Экономика республики – это экономика нашей страны. Страна будет сильной, если у нас будет сильная экономика. А для сильной экономики нужны хорошие подготовленные кадры. Я просто хочу сказать, что кроме вашей политической активности, вы должны быть хорошими специалистами. Если вы говорите о социальном люфте, вы не только хорошие докладчики. Вы должны быть хорошими юристами, очень высокого уровня. Хорошими инженерами. Хорошими технологами. Если ты хочешь добиться чего-то, ты должен уметь что-то делать очень лучше, чем другие. Если вы думаете, что мы пошли на праймерис, и моя речь самая красивая, да, она может быть красивая, но после этого ты должен еще своей работой доказать свою состоятельность. Поэтому ваша задача, вот ваш руководитель, он правильно сказал, не надо, значит, никто вам ничего не должен. Мы ищем людей, которые способны реализовывать проекты. Вас все равно сразу увидят и найдут. Вам надо трудиться работать, это вот главное. Главное не думать, какую должность мне должны дать. Должность вам дадут, вас попросят, будут уговаривать, чтобы вы согласились, взяли какой-то проект. Если вы добьетесь тех качеств, которые нужны, скажем, для реализации любого проекта. У нас очень много примеров. Мы каждый год 20 человек выбираем, и мои самые ближайшие окружения курируют вот этих молодых людей. Каждый год мы создаем им условия. Кроме всех программ Алгарыш, там других программ. То есть мы заинтересованы. Там нет никаких родственных связей. Все идет по конкуренции. Ну, наверное, какие-то родственники у кого-то куда-то попадают. Но если человек способен за себя постоять, быть хорошим специалистом, он обязательно найдет себя. И все наши программы Алгарыш, там кадровый резерв, они все нацелены на решение этих задач. Но и мы открыты. Вы предлагайте, вы предлагайте, как сделать лучше, что нужно сделать, чтобы вы активнее участвовали в жизни республики. Поэтому вот сегодняшняя форма, она очень хорошая. Самое главное, конференция проходит вот в этом зале. Ведь практически три года назад здесь ничего не было. Вот три года назад здесь было поле. Здесь появился город. То есть таких проектов у нас много. Вот вы посмотрите, значит, Аммони, это крупнейший завод. Или в Нижнекамске наши заводы. И их реализует кто? Реализует вот вы. И будущие Татарстана. Не Сафаров, не Мениханов, да? Будущие Татарстана вы. Я думаю, ну, может, Денис приедет в гости, но у него задача в Москве. То есть все наши должности вот для вас. Поэтому творите, показывайте себя, а мы готовы уступить место, да, Асхат Ахмедович? Сделайте нас советниками своими, да? Желаем вам успехов, удачи, спасибо. Спасибо.